Добрый день, Катя. Здравствуйте, батюшка. Да, сегодня мы поговорим о стыде. И есть красивая мысль, вернее фраза, которая красиво передает ту тему, которую мы сегодня хотим раскрыть. Это слова Адама, сказанные Господу после грехопадения. Убоялся, потому что я наг, и скрылся. То есть мы поговорим сегодня о стыде и о том, что происходит с людьми, когда хочется спрятаться, скрыться, когда стыд давлеет и парализует нас в нашем движении. В общем-то, мы все, люди, приходим в храм для того, чтобы получить некое исцеление, принятие. И есть некое ожидание того, что вот, когда я в храме, то это про духовное здравие, это про формирование, я не знаю, какого-то здорового, позитивного взгляда на жизнь. Да, и прочие коннотации такие здоровые, хорошие. Вместе с тем, как-то мы видим то, что бывает, человек ходит-ходит, ходит-ходит в храм, и вроде бы и исповедуется, и причащается, и постится, утренние и вечерние молитвы совершает. То есть совершает какие-то там правильные действия, но вот этого самого исцеления, ожидаемого, не происходит. Есть такой момент? Я думаю, что да. Да. И мне кажется, что здесь происходит какое-то нарушение каких-то фундаментальных вещей. То есть человек сам ожидает чего-то, он поступает каким-то схемочкам, которые вот кажутся правильными, но каких-то глубин, где, собственно, и трещины, где, собственно, и есть болезненные такие вот ощущения, если можно сказать, болезненные ощущения души, он не способен туда забраться для того, чтобы, забравшись туда, дать возможность и Богу там, исцеляющей благодатью свою, поработать. И тогда возникает вопрос, что ему мешает. Что ему мешает заглянуть и открыть в себе как раз те болезненные, волнующие его темы, болезненные места, что мешает его исцелению. А давай еще раз обозначим, да. То есть смотри, получается, что я совершаю много правильных действий, я совершаю правильные какие-то предписания, да, но происходит какая-то, наоборот, еще большее замыкание человека в своем болезненном состоянии, да. Потому что то, что должно быть исцелено, оно как бы за множеством правильных действий вообще больше еще прячется и скрывается. И вот проблема заключается в том, что я хожу в храм, туда, где должно быть исцеление, я его не только не получаю, но еще у меня становится более как бы углубляется мое болезненное состояние. А почему такое? Что мешает? Что не дает возможность человеку прикоснуться к своим больным местам, болезненным точкам и, в общем-то, исцелиться, раз уж он пришел за исцелением. Да. Ну и наша гипотеза, да, то, что это именно стыд. Стыд. Да. Ты можешь что-то сказать про какие-то такие вот некие базовые вещи, касающиеся стыда? Или, может быть, мы посмотрим, как это в Писании раскрывается, и потом от Писания пойдем вот к тому, какие бывают, как этот стыд работает? Да, давайте начнем с Писания. С Писания? Книга Бытия? Угу. Прочтем? Прочтем. Ну, давайте. Библия, книга Бытия. Это третья глава, когда происходит грехопадение, когда происходит искушение. И вот мы начнем с того, что Ева вкусила плод запретный. И вот дальше завершается шестой стих. И дала так же мужу своему, и он ел. Седьмой стих. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смысл, и сшили смысл, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога, между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. Я думаю, в этом отрывке как раз и присутствует вот все то описание проживания, переживания стыда, которое свойственно человеку со времен грехопадения. Ну а на что бы ты обратила внимание, как на такое вот, ну как это сказать-то, парадигматичное для стыда? Первое, что привлекает мое внимание, это появление другого в поле зрения Адама, Бога. Когда? Когда вот он уже согрешил? Да, когда он услышал глаз его и скрылся. То есть до этого момента, то есть до момента совершения грехопадения и встречи с Богом, ведь Адам тоже находится в том состоянии, в котором он после грехопадения, я имею в виду он наг, но он не видит своей ноготы. То есть точнее он не воспринимает ее нечто как ненормативное, как нечто постыдное, как нечто, чего можно убояться перед лицом другого человека. А подожди, давай-ка мы посмотрим, мне кажется, вот если следить за текстом, то сразу после того, как они вместе вкусили, написано, глаза у них открылись, узнали, что они наги, и сшили смокованные листья, и сделали себе опоясание. Как ты думаешь, может быть, мы можем с этого начать, что тут происходит? Ну хорошо, давайте тогда. Да, то есть мне кажется, что как только человек видит, что что-то произошло не так, вот у него совесть уязвляется, и тогда он стремится прикрыть это место уязвления какими-то фиговыми листочками. То есть что это такое за фиговые листочки? Про что это, как ты думаешь? Я думаю, что это про все те способы, можно назвать их уловками, доступными возможностями, которыми человек пытается изжить чувство стыда. Изжить или прикрыть? Спрятать. Вот ему кажется, что он его изжил. Но на самом деле мы понимаем, что он его прячет. А почему произошло то, что мне хочется спрятаться сразу? Почему я не могу быть открытым в том, что я сделал что-то не так? Это хороший вопрос. Я думаю, что тоже, опять же, Писание нам на него отвечает. То есть ведь мы говорим, что стыд, как переживание появилось когда? В тот момент, когда человек совершил отступление от Бога, грехопадение. То есть стыд, как Маркин, отступление от пути. Ну, то есть получается то, что вот, в общем-то, я по совести, по уму, по опыту Бога общения или общения с другим человеком, я знаю, как оно хорошо. Но вдруг я нарушил, я что-то сделал не так. И в этот момент, да, ну, по крайней мере, здесь вот мы видим, да, что Адам пытается выставить что-то, как бы нейтрализующее ощущение того, что я сделал что-то не так, и сделать некую... Ну, мне нравится это думать, как такую роль на себя приклеить. Да все нормально, да? То есть эти фиговые листочки, как демонстрация того, что я не наг, как демонстрация того-то, что да все у меня, все-все хорошо. Но это именно некая такая внешняя показушность какая-то, да? И потом, когда он так сделал, у него ничего не происходит. То есть он не чувствует себя, ну, нормализовавшимся или исцеленным, да? Или восстановившим, да, свое благополучное состояние. Вот, в котором он создан Богом, когда вот было все благо, да, вот рай. Давай, я прикрылся вот каким-то таким вот ролью какой-то, листочком, и как бы все должно быть хорошо. А нет. И тогда вот то, что ты говоришь, да, на что ты обратила внимание, да, что они, Адам с Евой, они слышат глаз Господа, да, это тоже очень интересно, да? Совесть, вы про нее говорили. Да, но мне не хочется сводить Бога к совести. Да, но тем не менее, да, то есть вот как бы есть тот, кто, и Бог это тот, который зовет тебя к нормализации, к исцелению. Адам, где ты, да? И вот тут вот это вот начинает, то есть он тот самый другой, который говорит тебе то, что, ну, смотри, я не оставил тебя, да, я с протянутой рукой к тебе, давай, сын мой, восстанавливайся, да? Это часть твоей, как бы, ответственности, свободы, да? Но у Адама… Да, какую свободу он выбирает, какой путь он выбирает? Совсем не тот, который предлагает ему Бог. То есть он идет, человек со времен грехопадения идет своим путем. То есть он восстанавливается сам. А именно? Вот тут вот это вот и есть, то, что мы вынесли с тобой в общее название, да, что он сначала прячется, да, Господь говорит ему, где ты? Хотя это тоже так интересно, да? Неужели Бог не знает, да, всевидящий, да, всезнающий? Да, всезнающий, да. И говорит, где ты? То есть речь идет не о геолокации, да, а о том, где твое сердце. Ты потерялся, сбился с пути, где ты? И он предлагает вот при лицом Бога знающего Адама, да, и любящего его сказать, Господи, я здесь, да? Да, но Адам говорит то, что, да, что, как он говорит, смотри, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. То есть убоялся, потому что наг. То есть мы можем сказать, что чувство стыда или переживание стыда возникает в присутствии другого, и, с другой стороны, оно сопряжено с дополнительными негативными эмоциональными переживаниями. Вопрос, чего боялся? Чего боялся Адам? Чего боится любой человек, который вдруг оказывается в ситуации, когда его кто-то пристыдил, да, или даже еще не пристыдил, а просто, да, когда есть некто, кто выступает мерилом меня, то есть вот дает мне некую оценку. Давайте поразмышляем. Да. Тоже надо этим. Ну, я хочу так, то есть смотри, мы с тобой сейчас проговорили, что в писании книги «Бытия» говорится, да, и мы видим то, что, в общем-то говоря, здесь есть некоторые фундаментальные вещи, которые воспроизводятся в ситуации возникновения стыда в наших вот повседневных каких-то жизненных ситуациях, да. Это что? Давай попробуем зафиксировать. Присутствие другого. Присутствие другого. Страх. Страх. Стыд, мы скажем, как переживание собственного несовершенства. И желание скрыть. Желание скрыть это несовершенство. Да. Можно порассуждать, почему. То есть есть некая претензия, да, изначально на то, что я совершенен, я вполне состоявшийся, у меня все благополучно. Да, и когда перед лицом ситуация, которая демонстрирует, что это не так, да, я осознаю как раз свое несовершенство, да, и повторюсь в этом моменте. То есть смотри, это мы говорим про то, что вот я фиговый листочек нацепил, и как бы все нормально, а нет. Как бы восстановил, да. Да, а нет, вот, да, вот это вот такие важные, такие вещи. Еще один важный момент, я думаю, который мы отметим. Опять же, Адам скрылся целиком. И стыд, как переживание, да, которое вовлекает, в которое погружается человек, оно тоже касается не какого-то отдельного действия, не какого-то отдельного поступка. Если мне стыдно, мне стыдно за всего себя. Не за то, что у меня там что-то не так. Это то, что мы должны различать стыд и вину. Вину, да. Итак. Потому что виноват ли Адам, что он согрешил? Да. И стыдится ли он? Похоже, что да. Да. То есть виноват, это в смысле то, что мы вот обозначали, да. Вина, это как некое такое вот переживание локального, ну, какого-то частного такого вот ошибки, которую я как виноват, и то есть как источник этой ошибки могу же и исправить. И я могу это исправить и дальше идти путем. А стыд, это некое тотальное чувство, которое парализует меня, означая не то, что я плохое действие совершил, а то, что я плохой. И раз я плохой, значит, все пропало, и значит, я как бы вот, ну, не могу ничего сделать, да. То есть как бы в этом и парализованность, да, чувство стыда. Да, в какой-то степени мы можем сказать, что стыд – это крушение иллюзии относительно собственного совершенства. Еще разочек. Крушение иллюзии собственного совершенства. И из-за этого плохо. То есть у меня, с одной стороны, я придумал себе какую-то иллюзию о самом себе, и когда она не подтверждается кем-то, чего я очень хочу, то тогда вот это вот ощущение стыда, ощущение своей как бы такой вот тотальной непригодности и ущербности. Так, давай мы говорим то, что это вот то, что в Писании, да, и потом мы переходим дальше, посмотрим, как это вообще работает в обстоятельствах вот нашей жизни. И вернемся к тому, о чем мы пытались спросить вначале. Почему, приходя в храм за исцелением, это самое чувство стыда не дает мне исцелиться, хотя я делаю множество каких-то правильных, грамотных вещей. Наверное, сейчас можно сказать про некие варианты стыда, да, то есть разновидности стыда, да, и мы тогда посмотрим, как это работает, и что именно не работает в моем движении к исцелению. Потому что вопрос, который закономерно возникает, ну, раз стыд такое негативное, да, то есть переживание, вызывающее дискомфорт, да, я плохой, я неполноценный, я несовершенный, быть может, от этого переживания можно и нужно избавляться. Да, может быть, но я хочу сказать то, что ведь очевидно, вот в житейском плане мы часто стыдливость, да, воспринимаем не как нечто негативное, а как наоборот некую такую вот положительную, присущую человеку скромность, да, как что-то такое вот желание, ну, как бы я знаю свое место, там, да, вот такое смирение какое-то. То есть есть, по крайней мере, два стыда, да, стыд как переживание катастрофичности от своей ущербности, там, да, и стыд как некая такая вот… Наиболее мягкая форма его, да, такая как робость, застенчивость. Да. Ну, помнишь, да, вот как вот в книге «При мудрости» Иисуса Сына Сирахова, там вот прям так вот он и говорит, то, что есть стыд, ведущий ко греху, есть стыд, слава и благодать. То есть мы как бы с тобой обозначили то, что, слушайте, стыд – это что-то такое вот болезненное, да, но в то же время мы понимаем это из нашей жизни, и вот мы видим это и в Писании, что есть стыд – это слава и благодать. Про что это вообще как-то понимать? То есть стыд, который замыкает, который отгораживает меня от другого, стыд, который заставляет меня контролировать то, как другой воспринимает меня, стыд, который вынуждает меня прятаться, изолироваться, то есть сделаться максимально невидимым в своих вот этих вот несовершенствах. Или другая, да, крайняя, в общем-то, позиция, когда я, наоборот, начинаю бравировать своим стыдом, выставляя его на показ и делать предметом гордости. Например? Например, у меня торчащие уши, вот, скажем, широко расставленные, широко посаженные уши, вот, и это нечто, да, что вызывает сильный стыд, да, то есть как некий физический недостаток, через который я оцениваю себя как непривлекательная. Слушай, это у Шпета есть такая классная вещь, он как-то говорил в эстетических фрагментах, говорит, если ты хромаешь, сделай это своим принципом, да, и люди будут тебя за это уважать. То есть это про такое бесстыдство, да, которое вовлекает тебя в ролевую игру, и ты вроде бы как вот с фиговым листочком своей роли, да, вот так ходишь, бравируешь, но фактически за этим стоит постоянный… Страх. Да, да, страх о том, что вот, а как вам, достаточно ли я, крут, ну, насколько я смел в пренебрежении, там, какими-то правилами морали. То есть мы говорим в таком случае о формировании зависимости от мнения окружающих людей. То есть получается, с одной стороны, я бравирую, выставляю свой стыд, да, в такой гипертрофированной форме, и мне кажется, что я тем самым избавляюсь от него, но все равно я сохраняю за собой функцию контроля, как другие воспринимают это. И в этом своем проявлении я, получается, не свободна, потому что я всячески завишу от оценок других людей, да, как в моем примере с ушами, например, я делаю множественные проколы, да, я вешаю красивые серьги, вот, вставляю гвоздики, вот, и тем самым, вот свой, как вы, да, говорили про походку, недостаток выставляю на показ, да, делаю неким предметом гордости. Но для меня в этот момент, да, важно, опять же, ответная реакция другого человека. Ну как, я красивый, теперь я, да, стала лучше, да, в целом, да, смотрите, опять же. То есть это не освобождает меня от того травмирующего ощущения ущербности собственной, да? Да, оно еще больше делает меня зависимым, да, то есть как и Адам, то есть я все больше удаляюсь, да, от причины, которые вызывают у меня эти переживания, да, то есть негативные переживания. Я удаляюсь и от себя, и от других. Ну, а давай еще те формы, которые вот ты до этого так вот обозначила, да, как они работают, да, то есть одно дело, когда вот я, имея стыд, через нарочитое бесстыдство я пытаюсь как бы этот стыд умолить. Еще что? Еще тоже сейчас очень распространенная стратегия – это достижение, да, то есть попытка скрыть свое несовершенство, свою вот эту наготу, внутреннюю наготу некими внешними объектами, предметами, повторяю, достижения. Например, статус, например, финансовое положение. Ну, как это работает? Акцент на материальных неких благах, на внешней привлекательности, на сексуальность. То есть все то, что сейчас может стать предметом интереса другого человека. Смотрите, парадокс, я не прячу то, что мне хотелось бы стыдливо спрятать, то есть скрыть от других, а я это, опять же, максимально выставляю на показ в той форме, в которой другие хотят это видеть, хотят это воспринимать. Стой, погоди, мне кажется, это было про ту первую стратегию, как бы демонстрация того, чего я боюсь, как что это не школьничка, мне не страшно, а вот оцените. А второе, это что ты сейчас сказала, мне кажется, это когда я не предмет стыда, выставляю как свой принцип, а когда я пытаюсь какие-то другие вещи, которые вам, люди, нравятся, показать то, что я в них дока, у меня все хорошо. Или у меня это есть. То есть то, кто я, прячу за тем, что я делаю. То есть выставляется некий фас... Это может быть, опять же, деятельность, востребованная. Слушай, давай мы каком-нибудь пример проведем, потому что, мне кажется, мы как бы так вот чуть-чуть-чуть-чуть как-то взобрались на высокие такие абстрактные какие-то вещи. То есть смотри, чего я могу стыдиться? Ну, положим. У меня есть как-то... Ну, у меня, получается, не складываются отношения с женой. Ну, у меня в семье какие-то вот... То есть мне кажется, что она меня не любит, да, или у меня дети не слушаются. И я понимаю, ну, то, что... Ну, то есть у меня плохо там, да, но я при этом... У меня хорошая работа какая-то, да, и я стыжусь то, что там кто-то может вдруг узнать, что у меня не все так хорошо. То, что дома в семье жена вообще меня считает каким-нибудь там неудачником или каким-то ушастым там, да, или там, ну, что-нибудь во мне как-то видит негатив. Я стыжусь этого, и стыдясь этого, я пытаюсь через какие-то демонстрации достижений там, да, показать то, что в целом я нормальный. Я меняю машины, я меняю костюмы там, да, я пытаюсь участвовать во всяких там каких-то обучающих программах там, да, и показать свою социальную активность. Вот это про это, да, я пытаюсь быть как бы в ролевых каких-то отношениях очень-очень, но чем больше эта активность, тем скорее как бы есть вопрос то, что ты в этом пытаешься скрыть. В этом есть какая-то такая, ну, нерациональность что ли, так? Да, да, и в этом есть еще один момент, который вы обозначили. Это момент, связанный с обесцениванием. То есть вы, приходя, например, находясь в общении с коллегами, которые хвалятся, не знаю, рассказывают вам о достижениях, своих достижениях в плане воспитания, или о своих там хороших, крепких, дружеских отношениях, там, о своей любви к жене, вы вдруг начинаете говорить, ой, да, это неважно, да, то есть воспитание, дети, да, жена, главное карьера, да, то есть я вот достиг чего-то такого, да, что, опять же, выпирает наружу, да, то есть это нельзя не заметить, да, и таким образом как бы в своем избытке скрывает тот недостаток, который я хочу, чтобы другие не видели. Да, то есть то, чего я стыжусь, да, и обесценивать я буду именно то, чего я стыжусь, как ущербного в своей собственной жизни, да. Да, и в этот момент даже больше значения будет иметь то, чего я стыжусь, то есть чего, вернее, что я хочу скрыть, а не то, что, допустим, могут увидеть другие. Да, 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 да. Потому что в данном случае мы говорим, да, о том, что используются еще стратегии манипуляции, да, то есть человек как бы говорит, вот, ты туда не смотри, ты вот сюда посмотри, какой я, да, замечательный, но то, что я несостоявшийся отец, муж, это неважно, да, зато я достиг вот тех вершин, которые, в общем-то, оценивают меня как хорошего работника. Итак, что мы имеем, да, то есть у нас получается то, что вот мы смотрим вторую стратегию, да, стратегия фигового листочка, да, то есть первое, мы сказали, это такое вот нарочитое бесстыдство, второе, это демонстрация каких-то достижений, да, за которым я пытаюсь скрыть всячески вот то, что у меня болит, свербит, там, да, и вместе с этим вот вторым подходом, там, да, мы говорим и о такой стратегии обесценивания. Я буду обесценивать все то, где кто-то имеет успех в поле, которое у меня ущербно, за которое я стыжусь, да. Ну, это, можно сказать, три вещи, да. Что еще? Еще одна стратегия, связанная с избеганием отношений как таковых. То есть если другой, да, вот человек выступает неким объектом, который может объективировать или визуализировать, или сделать наглядным присутствие моего несовершенства, я постараюсь с этими людьми минимизировать контакты. Объясни это по-простому. Например, опять же возьмем тот самый пример, о котором вы говорили, да, то есть мужчина на работе, ну, то есть он, зная, что на работе у него есть коллеги, да, в общем-то более успешные, более реализованные в той сфере деятельности, в которой они находятся, я постараюсь минимизировать с ними контакт, не строить личных отношений. Потому что каждый раз, когда я буду приближаться к объекту, да, который я, к другому человеку, которого я считаю более успешным, да, в плане реализации профессиональной своей деятельности, это будет заставлять меня проживать снова и снова свою неполноценность, ущербность. Да, ну вот такие, такие, такие стратегии, там, да, прикрытие стыда, прикрытие собственной ущербности. Скажи, ну, так может и нормально, я привык этого всего избегать, то есть как-то так оно все выглядит более или менее приличненько, да, то есть почему это нужно менять? Ключевое слово «выглядит приличненько», выглядит. Тут вопрос, является ли оно, становится оно ли менее травмирующим для человека, менее болезненным, решает ли оно вот проблему проживания, изживания стыда, или мы говорим о том, что человек наклеивает один пластырь на другой? Получается, вот эта вот успешность, да, какая-то, будь то на исповеди или будь то какой-то в социальной сфере, она все равно не приносит какого-то успокоения, да, то есть мы говорим о ситуации, когда вот у человека есть некое гложащее ощущение, ну, неполноты жизни, да, вот какой-то, вот мне все равно все время хочется, чтобы меня, то есть мне кажется, что не все меня еще полюбили, да, мне кажется, что не все еще поняли, как я хорош, я испытываю постоянный дефицит этого другого, подтверждающего моего значимость, и этот вот дефицит, он, ну, как бы он травматичен, я правильно понимаю? Да, да. И, по сути, ведь мы тоже говорим о том, что стыд — это страх отвержения, то есть мы можем перевести категорию переживания стыда как страх отвержения любви. Я хочу быть любимым, то есть я бы хочу быть хорошим для тебя, я протягиваю, как ребенок, тебе свои руки, но я не встречаю тебя, потому что между мной и тобой находится масса преград, которые я сам, да, себе выстроил, наконструировал. Поэтому я, по сути, мы говорим о том, что я хочу встретить другого, но я не могу. И не могу почему? Именно потому то, что, вот, как мы тут дочитаем? Потому что я боюсь, как только я тебя встречу, ты оценишь и увидишь мою, моё несовершенство. А почему? Потому что я сам себя оценил, да, то есть вот стыд, я в первую очередь стыжусь самого себя, потому что я себя оценил как некоего нехорошего, я плохой. И в этом смысле очень важно понимать разницу между стыдом и виной, да. Мы говорили уже о том, что вина — это когда я ощущаю себя виноватым за конкретный поступок, который я могу исправить. А когда у меня стыд, тогда это некое такое ощущение того, что я плохой, и это ощущение, оно как проклятие давлеет надо мной, да, я плохой и точка. И я знаю, что, условно говоря, мне нет прощения, да, и тогда в общении с другим, да, я постоянно вот как бы я бегу, 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 чтобы доказать тебе то, что ну как я хорош, вот смотри, сколько у меня достижений, вот смотри, как я могу там обесценить какие-то другие вещи, да. Это демонстративное такое поведение, да. Для чего? Я хочу добиться от тебя такого подтверждения моей хорошести, да, которое компенсирует мое чувство плохости. Но я никак не могу этого достичь, поскольку я сам себя вот в этом самом стыде, да, проклял как бы, да. Или другим языком мы говорим, что стыд возникает тогда, когда есть некое несовпадение моего образа, то есть то, каким образом я себя воспринимаю, тому идеалу, который я себе придумал, тому идеалу, который у меня есть. Поэтому мы говорим, что стыд рождается, то есть другой становится его очевидцем, но рождается он, появляется, проявляется внутри моего собственного я. Повторяю, как несоответствие моего образа тому идеалу, который я себе воздвигаю. То есть давайте посмотрим, как это работает вот конкретно в нашей церковной практике и почему, вот то, что мы говорили вначале, не происходит исцеление, когда я вот, ну правда, я делаю все как надо, мне батюшка сказал столько-то молитв читать, я пощусь, вот как правильно все там, да, а почему не происходит, ну почему мне как-то все хуже и хуже, и какое-то одиночество затягивает меня, да. То есть мы говорим о том, что вот это самое, вот как мы назвали, да, что стыд и исчезающие люди. То есть когда я не могу сам себе ответить на вопрос, кто я, и свое несовершенство принять как то, что в принципе не является, ну, концом моего существования, да, когда я не могу это сделать, да, то тогда все эти попытки делать правильные действия, да, они будут просто некой ложью, которой я пытаюсь прикрыть эту основополагающую боль о, собственно, непризнанности, да, о том, что я как бы плохой. Поэтому, наверное, вот когда человеку при всех правильных делах вот эта вот гложущая тревога и страх о том, что я брошен, о том, что я не признан, продолжает как-то так вот давлеть над таким человеком, да, то нужно в какой-то момент поставить на паузу все эти правильные, хорошие какие-то вещи и просто посмотреть, ну, кто я такой. Может ли человек сам выйти из этого состояния стыда, из этого вот такой вот закрытости-скрытости? И тогда, наверное, первое, с чего можно начать, это посмотреть, да, в глаза священнику и сказать, «Баишка, мне просто стыдно рассказать вам, какой я на самом деле». То есть, вот, отвечая на ваш вопрос, наверное, опять же, первое, с чего следует начать, это как минимум найти того другого, с которым ты можешь прожить, пережить опыт встречи. Это тот другой, которому ты доверяешь, у которого ты можешь найти поддержку, то есть не первая встречность, да, а повторяю, тот человек, которому ты доверяешь и у которого у тебя есть некое расположение, перед которым ты можешь выйти из своих кустов и показать свои фиговые листочки. То есть другой должен быть. Ну, а это, мне кажется, вторично по отношению к тому, что, а готов ли я вообще идти навстречу и выносить эти фиговые листочки? То есть, вот, положим, я живу, я свыкся с мыслью о том, что, ну, я плохой, да, и часто ведь мы услышим эти фразы такие, которые звучат, ну, мне иногда кажется, как заклинания какие-то. По грехам моим вот получаю. И вроде бы правильно, да, но зачастую человек вот как бы сам себя загоняет, то, что я живу в ситуации такого вот ущербности, и это навсегда. То есть, как бы, вот, вот, вот такова жизнь, да. И беда в том, то, что для нас, христиан, это кажется, вот, как, естественно, Бог терпел и нам велел, да. То есть надо терпеть эту плохость, да, и как бы вот такова жизнь, да. То есть, мне кажется, то, что важно понять то, что нет, жизнь не такова. Это твое греховное восприятие этой жизни. Мы сейчас не говорим про обстоятельства, да, там, например, человек болеет, там, да, когда вот, ну, вот, да, я претерпеваю это, там, да, или там какие-то еще там вещи, которые объективно существуют. Есть некоторые вещи, касающиеся твоего внутреннего восприятия себя, да, которые нельзя позволять себе оценивать как нормальные. То есть, если ты живешь в постоянной тревоге, если ты живешь в страхе, то, что тебя кто-то там накажет, если ты живешь вот в этом самом стыде... Или кто-то узнает, какой ты на самом деле. Да, 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 да. Это не про то, что жизнь такая, или что Бог тебе такое дал. На это нужно обратить внимание. Да, 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 да. Это очень важно, потому что мы призваны к спасению, а это означает, мы призваны, и Бог желает нам дать свою благодать. Это означает благо, да, чтобы ты был, ну, в Боге мирен, радостен, кроток, смиренен. Вот эти вот дары Духа Святого, вот к чему мы призваны. А не к тому, чтобы находиться в таком вот состоянии страха и стыда за то, что кто-то о тебе узнает нечто. Это боязнь разочаровать, да. То, что вот если про меня узнает... Разрушится мой светлый область. Да, да, да. Я вот прихожу, я ведь столько всего делаю, я батюшке рассказывал, какая я молитвенница, там, да, или я рассказывал, какой я постник. И вдруг я расскажу про себя такое... Что я не хочу ни молиться, ни поститься. Да. И это так, и как бы я стыжусь это сказать, да, потому что разрушится та ролевая игра. Батюшка меня уважает, что я такой, там, да. Я к батюшке прихожу, рассказываю о своих успехах, да. И я стесняюсь рассказать то, что на самом деле мне всё давным-давным-давно надоело, что мне иногда кажется, что вообще-то всё ничего не работает там, да. И вот признаться в этом я... Ну, нельзя, потому что разрушится та идеальная моделька церкви, меня в этой церкви и боженьки, который вот так вот терпел и нам велел, да. То есть разрушится некая такая сценарий, который я сам себе придумал. И вот. И тогда, если я правильно вас поняла, первый шаг, который должен сделать человек, это признаться самому себе. Те фиговые листочки, которыми я себя пытаюсь спрятать, да, укрыть, они не работают. И мне нужно искать кого-то, да, и мы сейчас скажем кого, да, к кому я могу прийти, да, предстать в том своём позоре, в несовершенстве, в той своей наготе. Да. Да, в своей наготе. И не бояться то, что меня за это осудят, да. Потому что реально страх осуждения — это всегда страх перед лицом выдуманного судьи. И восприятие Бога или священника, который сидит и так вот, а-а-а, ну, понятно, а вот ты какой, оказывается. Бог знает тебя, обнажённый. Бог знает тебя в том несовершенстве. И Он пришёл именно спасти тебя. Помните, как он говорит, что я пришёл спасти не праведного, а грешного. Можно сказать, праведного в смысле, мнящего, как тот фарисей, да, о своей какой-то праведности. Вот он, этот фарисей, со своими, ну, такими вот правильными делами. Итак, что мы делаем? Первое. Нужно иметь некое мужество сказать себе о своей, как бы о своём несчастном состоянии, да. Признаться и не бояться то, что это саморазоблачение приведёт к тому, что тебя осудят и вышвырнут из этих ролевых игр, к которым ты привык, внутри, собственно, придуманной модельки, да. Не бойся. Ты действительно несовершен. И Бог, как Он зовёт Адама, где ты? Он также и зовёт тебя, где ты? Не бойся, чадо моё, да. И смотрите, мне кажется, вот тут вот, может быть, не лишнее нам будет сказать о том, что, собственно говоря, вот этот страх, да, или этот стыд быть разоблачённым, это некая такая вот бедовая вещь, которая зачастую формируется где-то глубоко в детстве и как некая матрица накладывается на мои взаимоотношения и с другими людьми, и с Богом, да. И в этом смысле вот это очень трудно преодолеть, да. Вот. Мы, может быть, про детство сейчас немножко коснёмся дальше, пока мы скажем о том, то, что, значит, первое, когда ты... Мужество, смелость признать. Да. Второе. Обратиться, прийти к кому? Важный момент. Тому, кому ты доверяешь, да. При этом, ну, а как в этом самом, кому ты доверяешь, не ошибиться и не оказаться в ловушке, что я пришёл к тому, кто меня похвалит и поддержит. То есть опять, чтобы не запустить ролевую игру. Кто такой этот вот, к кому я доверяю? Если мы говорим о практике церковной жизни, то это прежде всего священник, которому человек, у которого человек исповедуется. Который имеет достаточно опыт отношений для того, чтобы выстроить вот это вот доверие и ощущение испытывать безопасности в отношениях. И мне кажется, здесь тоже важно несколько вещей, да, которые тоже так иногда пропускаются в нашей практике. То есть есть, с одной стороны, в поисках духовника мы должны понимать, что мы ищем не того, кто будет потакать твоим каким-то вот пристрастием, да, и бесконечно гладить тебе по голове, но ничего, ничего, да. С другой стороны, всё-таки поиск духовника это твой выбор и твоя ответственность. В этом смысле человеку, входящему в церковь, не стыдно искать духовника, то есть того, кому ты можешь довериться, да. То есть, если ты имел мужество признать собственное несовершенство, да, имей мужество и не просто так вот, как сказать, впрыгнуть в первые попавшиеся отношения, да, а посмотри, пробуй, да, и если у тебя не получается сразу как-то вот раскрыться, не спеши замкнуться и тоже обесценить. Ай, я так и знал, что эти священники все такие, все такие там, да. Ай, ну что там я буду этому мужику что-то там рассказывать там, да, ему до меня дела нету. Не спеши, не спеши. Бог поставил священника, Бог поставил человека быть исповедником, духовником именно для того, чтобы вот он мог выслушать тебя в твоем несовершенстве, да, вот, поэтому не стыдно искать того, кто, как ты видишь, да, может вот помочь тебе это несовершенство вот как-то раскрыть перед Богом в покаянии. Так? Вот вы назвали тоже, опять же, это ключевой процесс, да, то есть когда я нахожу другого, здесь человека, да, то есть я оставляю место для действия Бога, для его участия, да, и покаяние как раз становится тем инструментом, которым возможно исцелить ту рану, связанную с ощущением, с проживанием, переживанием своего несовершенства, да, который за стыдом, да, в общем-то, прячется. то есть покаяние становится тем, повторяю, процессом, в котором возможно исцеление. И надо понимать, мне кажется, очень важно, да, что это не разовое действие, я пришел, я вот покаялся, бывает, да, что вот правда вот человек пришел, покаялся, и потом говорит, ну, ну, так легко, так хорошо, вот, 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 вот правда, вот такая легкость бывает, а бывает то, что за этим наступает опять некая привычная тебе тревожность, это вот ощущение… Осуждение, да, манительность, подозрительность, вот на меня так смотрят, да, после… да, и это тоже то, что нужно… Приносить Богу, не спрятаться, как Адам, за ветвями деревьев. Да, Господи, я несовершенен, я прежде всего каюсь в том, что я возомнил, что я могу быть совершенным без Тебя, Господи. да. Мне кажется, с этого было бы неплохо, если бы каждый из нас начал. Ну, в общем-то, да, потому что это мнение о себе как совершенным, оно, как мы уже сказали, да, приводит к тому, что каждое проявление, собственно, несовершенства мы пытаемся стыдливо куда-то убрать. Не бойся, чадо, я знаю, что несовершен, и я пришел спасти грешника, поэтому ты же есть тот грешник, которого я жду. Но помните, как был такой эпизод чудесный? Один монах, он очень хотел Богу угодить и говорил, Господи, ну, что я могу тебе принести? И после того, как он многократно вот так вот взывал, взывал к Богу, Господь говорит, чадо, принеси мне грехи твои, да, то есть не надо передо мной демонстрировать свое совершенство и достоинство там, да, я знаю их, да, но ты не стыдись принести грехи, да, чтобы я и недостоинство твое тоже принял, омыл свою любовью, и вот чтобы ты был совершен, как совершен Отец мой Небесный. Бог желает нам этого дать. И вот наша проблема, мне кажется, в том, то, что мы и Бога зачастую воспринимем как судью, который, ну, который оценит, осудит, разоблачит меня и разоблачив, выкинет его. Тогда, еще разочек, да, мы говорим мужество увидеть себя, потом доверие, поиск, да, то есть мужество увидеть себя, потом некое, опять-таки, мужество... Найти, встретить, открыться перед другим. Потом третье, когда у тебя не получается это сделать сразу, единократно, надо понимать то, что это некий путь исцеления, и покаяние является не неким самоуничижением, таким, знаете, как бы сказать, гноблением, да, то, что вот я плохой, там, да, и вот так мне и надо, я так и знал. Да, ведь самоуничижение это одно из самых крайних, одно из самых крайних проявлений стыда. Ну-ка, расскажите подробнее. Мы говорим про градацию стыда. Ну, чуть-чуть. Отробости, застенчивости, да, вот уничижение как явная нелюбовь, ненависть, отвращение, непринятие. К себе или к другому. К себе, да, вот уничижение в практике церковной жизни принято считать, ну, чуть ли не идеалом покаяния, да, вот, и мы понимаем, что если за этим уничижением стоит как раз тот, та крайняя степень переживания своего стыда, то есть страха, что кто-то увидит меня несовершенным, да, вот таким, закомплексованным, увидит мои проблемы, узнает все мои трудности. Я лучше, знаете, как говорится, я лучше сам, да, я сам вот расскажу, какой я плохой, но я не дам возможность вам увидеть нечто большее, что я скрываю от себя и от других. А в чем разница между вот такой вот самоуничижением и самоукорением, которое все-таки отцами, ну, рекомендуется как некое такое целительное средство? Здесь мы обращаемся еще к одним важным понятиям, как рассудительность, трезвость, да, такая здравая критичность. И не случайно вы вначале говорили о том, что чувство стыда сопряжено с чувством, с переживанием чувства вины, то есть умение отделить свой плохой поступок, грех, от своей собственной личности, это уже важный шаг, вот трезвый важный шаг к самоукорению, то есть здоровому, проживанию чувства вины, которое дальше делает возможным мое покаяние. Когда вот есть я, совершивший плохой поступок, и я, Господи, каюсь, приношу тебе этот поступок, но я при этом остаюсь твоим творением, твоим созданием, я верю, я верю, что ты любишь меня, я верю, что я доверяю тебе. Замечательно. То есть самоукорение, да, это укорение, не, это укорение себя в поступке, в грехе, в отклонении, да, от того истинного пути, который надо. То есть мы говорим о том, чем отличается самоуничижение, как некая такая деструктивная, разрушительная вещь, да, никак не имеющая отношения к христианству, и самоукорение, которое здраво, как некая практика, рекомендуемая отцами для, ну вот, в пути исцеления. В чем разница? Насколько я вас правильно понял, самоуничижение сопряжено с тем, то, что я самого себя считаю опять-таки плохим, и как бы я спешу себя самого унизить, чтобы никто другой этого не сделал. Да, причем я это делаю нарочито в преувеличенных формах, размерах. И это, кстати, может вызвать у кого-то сочувствие, это может вызвать у кого-то понимание, то, что, а ведь как хорош-то, а? Какой христианин. Да, вот он, какой умничка. И тогда мне вот это вот такое вот, такое вот похвала, она как бы так вот сразу бальзамчиком на мою такую вот... То есть я получил ту оценку со стороны другого, которая позволила мне, опять же, от себя скрыть свой дефект и более того получить, в психологии есть такое понятие поглаживание от другого. Да, да, да. А теперь по самоукорению. А самоукорение здраво почему? Потому что в самоукорении я укоряю себя в том, что я сделал грех, да? То есть при этом самоукорении я остаюсь чадом Божьим, потому что я укоряю себя под лицом Бога. Боже, прости. То есть я уже не прячусь. Да. Я согрешил, помилуй меня, да? И у меня есть доверие к тому, что любящий Бог, Он, придя спасти неправедников, огрешников, и меня, огрешного, Он знает и понимает. Да, с подзатыльника? Ну так, да, накажет. Да, наверное. Потерплю. Потерплю. Но я все равно, Господи, ведь Твой. И это вот доверие детское, да, к родителю, к отцу, оно целительно, да? И в этом смысле самоукорение оно очень целительно, потому что я... Это про бесстрашие, опять-таки, да, перед лицом того другого, которого я люблю всем своим сердцем, да? Почему всем своим сердцем? Почему заповедь дана вот о том, чтобы любить всем сердцем? Это наверняка отдельная такая вот тема для разговора. Я думаю, мы к этому придем когда-то в наших беседах. Но здесь можно обозначить то, что под всем сердцем, потому что вот оно, я весь целиком Тебе, Господи, да? То есть у меня нету игр каких-то, да? То, что вот здесь я, Господи, с Тобой так, а там, ну, там как бы моя жизнь там такая, вот там, да, разберемся сами как-нибудь, да? Всем сердцем, потому что весь Бог и потому что мы открыты друг к другу в этой вот встрече. Она целительна. Итак, самоукорение здраво, потому что я укоряю себя в каких-то конкретных грехах, доверяя Богу, который может, простите, применить. Кстати, вот перед исповедью, да, молитва, которая читается, то там как раз и говорится то, что мы молим, чтобы Господь помог примирить кающегося с Церковью. То есть вот покаяние, это таинство примирения, да, а не такого вот усугубления своего чувства ненужности, ущербности, да, и прочее, прочее. Может быть, мы можем сделать некоторый вывод, да, то есть какое-то резюме из того, что мы сказали, опираясь на Писание, на то, что мы проговорили про виды стыда и того, как из этого тяжелого состояния можно выйти. Итак, стыд присущ человеку. Так. Изначально. После грехопадения. Антологически. После грехопадения. Он символизирует собой мое отступление, если я его переживаю, он символизирует собой мое отступление от Бога. Так. То есть я уже могу на это переживание, чувство стыда дает мне основание задуматься, что происходит в моей жизни. Дальше. Мы знаем, что есть несколько видов стыда. Стыд ко греху, да, то есть это все те переживания, которые, по сути, увозят меня от Бога. И мы проговорили какие-то мои стратегии, да. повторяться. Вот. И стыд как переживание блага и славы. Мы про это не поговорили, но, по-моему, давай пока. То есть это все то, что меня приближает к Богу. А, это про саму корене, можно сказать, да? Да, в какой-то степени, да. То есть это то, что делает меня открытым перед лицом Бога. Не запирает в чулане моего одиночества, да, и зализывание вот этих вот травматического опыта, ран полученных от контакта с другими, да, в которых я выставлен каким-то несовершенным. вот, значит, стыд ко греху, стыд ко благу. Вот мы можем сказать, что существуют разные градации проживания, переживания стыда. Робость, застенчивость, как минимальная форма переживания стыда. Здесь, правда, тоже не стоит обольщаться. Вот. Ибо, та же самая застенчивость в какой-то степени символизирует собой страх пережить стыд. То есть я избегаю все те ситуации, которые в какой-то степени могут оживить, да, вот это мое ощущение собственной неполноценности. И крайняя выраженность стыда, градация, да, мы говорим самоуничижение. Тоже не будем повторяться, достаточно уже про это сказано. И есть пути, можем их так обозначить, исцеление. Это самоисцеление, где человек в какой-то степени решает, что он сам способен, как тот Адам, да, обвешившись листьями, сам решает взять на себя ответственность и, соответственно, предпринять разнообразные попытки по излечению от стыда. Так это путь или это не путь? Я бы сказала, что это путь. А дальше различные способы, каким образом, техники или стратегии, каким образом он это делает. Ну, так это исцеляет? Самоисцеляет в кавычках иллюзия исцеления. Потому что мы только что сказали о том, что исцеление без Бога. Без Бога, без того, кому ты доверяешь и можешь целиком открыться, а целиком ты можешь открыться только Богу, потому что Он целый и абсолютный. В любом другом человеке, открываясь ему, то есть благо, когда он тебя выслушал, понял, но у него тоже есть как бы некие такие конечные вещи, которые иногда могут помешать тебе открыться ему целиком. И здесь нужно дополнительное такое вот какое-то трезвение, чтобы не обидеться и, обидевшись, не закрыться. Поэтому здраво, когда на фоне вот всех наших откровений перед лицом другого, которому я доверяю, все-таки стоит на фоне Бог, да, потому что вот тогда я могу довериться целиком, полностью. Итак, еще разочек, да? Два пути самоисцеления, которые создают иллюзию, да, или ложные ощущения исцеления от стыда, и мы назвали эти стратегии. Да, назвали. Вот, и истинное исцеление, путь к Богу, с Богом. Да. Хорошо. Ну, я думаю, как-то, в общем-то, в некоторой степени мы раскрыли то, что касается стыда, вот, и того, как он может мешать в нашем движении к исцелению. Ну, я очень надеюсь, то, что некое такое святое бесстыдство, да, как мужество довериться Богу, преодолевая все свои какие-то фиговые листочки, вот, все-таки мы обозначили такой вот путь движения к Богу. Поэтому большое спасибо вам за беседу, да, это было интересно. И я вас благодарю, отец Сергий. Спасибо. С Богом.